Здравствуйте! В сегодняшнем подкасте будет много лестных слов, посвященных портативной колонке JBL Partybox 310, поэтому во избежание налета продажности я бы хотел начать с недостатков, которые здесь, естественно, есть. И первый, и, пожалуй, самый основной недостаток, это ее вес. Колонка реально очень тяжелая, она весит практически 18 килограммов, и выдвижная ручка и колесики здесь не просто так. Так, естественно, есть и обычные ручки, но они нужны для того, чтобы достать колонку из багажника, поставить ее на землю и после этого уже передвигать за собой, как чемодан. За это, кстати говоря, большое спасибо разработчикам в JBL за то, что они сделали подобную ручку. Второй недостаток связан с самими динамиками, то есть есть два низкочастотных излучателя и два высокочастотных излучателя, в то время как выделенных среднечастотников здесь нет. И, естественно, в некоторых случаях середина будет уходить на задний план, то есть будут низкие частоты доминировать. Опять-таки, в некоторых случаях, и здесь мы уже переходим к третьему минусу самой колонки, это то, что тональный баланс зависит от громкости. Колонка любит высокую громкость, высокую мощность. То есть, начиная от 60%, уже тональный баланс выравнивается, она звучит так, как и должна звучать. В то время как, если вы будете слушать ее на небольшой громкости, то, соответственно, низких частот будет больше. Да, это можно будет исправить с самим внутренним эквалайзером, это можно будет исправить возможным эквалайзером на самом устройстве, но проблема присутствует. И о ней в любом случае стоит сообщить. Ну и опять-таки, тональный баланс тоже будет зависеть от помещения, в котором вы находитесь. То есть, понятно, что характер звучания в помещении и на открытом пространстве будет совершенно разный. И, таким образом, я хочу перейти к преимуществам. И, пожалуй, преимущество здесь тоже будет одно основное и сверхважное. Это то, что колонка не просто громкая, она действительно мощная и очень мощная. Здесь мощность 240 ватт. И по сравнению со своим пришественником JBL Patebox 300, по сравнению с тем же Маршалом Woburn, она ощущается намного мощнее, прям конкретно мощнее. И при этом при работе от сети и при работе от аккумуляторов мощность практически не меняется. То есть, небольшое изменение есть, но оно действительно небольшое. То есть, его нужно еще уловить и воспринять его. Поэтому, когда колонка находится где-то на улице, играет на максимальной громкости, и ты пытаешься с кем-то общаться на расстоянии метров семи от нее, это сложно, потому что нужно кричать что-то своему собеседнику. Она очень мощная. Естественно, мы не говорим про акустические 240 ватт, это как само собой разумеющееся. Но мощь у колонки есть. И при этом, когда мы повышаем громкость, даже 80-90% низкие частоты сохраняют свой удар, они сохраняют свой панч, их не становится меньше. То есть, нет такого, что на высокой громкости у нас остается только середина и высокие частоты, и больше ничего. Низкочастотники отрабатываются также классно. То есть, она может дать такой массивный, действительно массивный бас. И даже если вы находитесь где-то вне помещения, то есть на улице, низкие частоты сохраняются, количественно их все так же много, и колонка может качать, колонка может создавать настроение для вашего отдыха, либо же еще чего-то там. Она вполне такая самодостаточная. То есть, не нужно выставлять несколько колонок для того, чтобы подзвучить какое-то там помещение, либо же поляну, где отдыхает, условно говоря, 5-7-10 человек. Она очень мощная. И при этом, если мы говорим о ней как об устройстве, то она воспринимается как уже такая полноценно завершенная. Потому что дизайн у нее, не сказать, что какой-то там сверхмолодежный, вычурный, либо же еще какой-то. Она смотрится солидно. Управление сделали логично, потому что все клавиши, которые есть, они интуитивно понятны, не нужно никуда лезть в инструкцию, и при этом есть подсветка. То есть, ночью не нужно там тыкать с телефоном, искать какую-то клавишу, чтобы сделать погромче. Все выходы, которые присутствуют, все сделано логично. Естественно, есть выходы и на микрофоны, чтобы использовать ее в качестве в короке, это как само собой разумеющееся, и можно через USB на нее подавать сигнал, что тоже является преимуществом. И, естественно, колонка может быть пауэрбэнком, причем таким хорошим пауэрбэнком, достаточно большим. По времени автономной работы, к сожалению, я не смог протестировать ее нигде на высокой громкости, потому что не было возможности отъехать настолько далеко и при этом не замерзнуть самому, чтобы все это протестировать. Но при этом на средней громкости она может играть до 18 часов, а это много и очень много. И, естественно, ее можно заряжать от автомобиля, что где-то на природе будет явным преимуществом. Поэтому, когда пытался как-то сделать выводы по этой колонке, я понимаю, что это не домашний вариант, 100% не домашний, потому что ей нужно пространство, ей нужно играть громко и мощно. Это колонка, которая, по сути дела, не имеет каких-то конкурентов, с учетом того, что она может работать от своих аккумуляторов и при этом быть настолько мощной. Потому что все остальное, что я вспоминаю из каких-то других конкурентов, в любом случае слабее и на улице будет вести себя намного более, не то чтобы не уверенно, а не так мощно. И, соответственно, стоимость колонки, я считаю, что оправдана, потому что она не ощущается как чем-то таким бюджетным, раздутой, небольшой колоночкой в большом корпусе. Нет, это полноценно мощная колонка. Нужна ли вам она, подойдет ли вам именно она, я сказать не могу. Но я могу с уверенностью сказать, что это качественный продукт, который идеально подходит для своих целей, для того, чтобы звучать где-то на природе, где нужна действительно мощность, где нужно, чтобы она качала. Вот, и с этим она справляется. Поэтому на этом буду закругляться. Вам большое спасибо за прослушивание данного подкаста с впечатлениями о портативной колонке GB или Partybox 310. Ставьте ваши лайки, дизлайки, пишите ваши вопросы в комментариях. И на этом все. До скорого. Для того, чтобы вы понимали, насколько громкая эта колонка, я думаю, что еще меня слышно. Теперь меня уже точно никак не может быть слышно, даже чисто теоретически. Потому что она максимально громкая, насколько это... насколько это вообще, в принципе, возможно. И даже если я от нее отсяду поближе к вам, она действительно очень и очень громкая.